Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам про дом и его планировку, который можно усадить на самый маленький участок размером 2,5 сотки всего-то лишь. Или на участок шириной 16 метров. Поэтому смотрим, не переключаемся, будет интересно. Поехали! Итак, друзья, этот дом я создавал с заданием посадить его на самый маленький участок, который только я вообще видел в своей жизни. Обычно, когда речь идет о маленьких домах, их делают какими-то очень экономичными и при этом страшненькими. Но я предлагаю рассмотреть другой вариант. Очень стильный дом и очень маленький. Дом в 2 этажа размером 8 на 8 метра, который посажен на участок 2 сотки. И это очень комфортный дом. Да, конечно, я не люблю дома в 2 этажа, потому что это жутко неудобно бегать на второй этаж. Но что поделать, когда у вас участок шириной не более 14 метров. 14 метров и все! А это значит, какой дом мы можем на него посадить? Правильно, шириной 8 метров. Чтобы справа и слева осталось по 3 метра. Такие правила посадки дома на участок, как правило. Но чтобы не ошибиться, я рекомендую запрашивать ГПЗУ. Есть такой документ, в администрации вам все объяснят и расскажут. Там описаны правила, нормы, что можно, что нельзя, ну и так далее. Но, как правило, отступ должен быть 3 метра от забора. Поэтому получился такой компактный дом. И если у вас участок очень маленький, шириной 14 метров или всего лишь 2 сотки, то этот дом как раз вам подойдет. А может быть, вы рассматриваете дачный вариант небольшого домика, который нужно аккуратно вписать между деревьев. То этот вариант тоже вам прекрасно подойдет. А может быть, у вас ситуация, когда вам хотелось бы смотреть на прекрасные дали с высоты второго этажа. С первого-то ничего не видно, а со второго, потому что повыше, видно. Этот вариант тоже для вас. Ну так давайте скорее смотреть, что получилось. Итак, внешний вид дома очень стильный и современный. Большое остекление, много дерева, плоская крыша. Вуаля! И у вас самый лучший дом на деревне. А что же с планировкой? Давайте смотреть дальше. Но прежде чем посмотреть планировку, я хочу вам напомнить, что планировка это всего лишь часть процесса по проектированию. Весь процесс по дизайну интерьера состоит из 6 этапов. Вот он! Планировка занимает всего лишь второе место и является фундаментом для всего будущего дизайна. Поэтому планировка очень и очень важна. В ней закладывается удобство, красота и уют. Комфорт по-другому можно сказать. Итак, что здесь заложено с точки зрения и удобства, и комфорта, и уюта? Кстати, если кому-то подробнее про эти темы будет интереснее узнать, научиться, то ссылочку оставлю в описании. Дело в том, что всему этому я учу в своей школе, которая называется «Магия дизайна». Ссылочка в описании. Переходим к планировке. Здесь мы видим первый этаж, который максимально остеклен, и второй этаж, в котором окна поменьше. Это сделано для того, чтобы солнышко нас не перегрело. Ну и с точки зрения дизайна, фасад так выглядит гораздо интереснее с моей точки зрения. Если вам так не кажется, то напишите обязательно в комментариях, как вы бы сделали с точки зрения остекления. Рассмотрим первый этаж. Попадая в дом, естественно, мы должны попасть в просторную прихожую. Здесь не сказать, что она по-королевски огромная, но тем не менее, достаточно большая и просторная для того, чтобы разместился большой просторный шкаф. А также здесь нет двери, а это значит, что мы сразу можем окинуть взором часть общего пространства. Это дарит нам ощущение простора. Здесь же из прихожей мы попадаем в гостевой санузел. Ну или хозяйский. Ну, короче, для тех, кто будет на первом этаже. Здесь есть унитаз, раковина. Кстати, вот такой хитрый способ встроить раковину туда, вглубь окна. То есть, часть окна делается непрозрачным, вверх прозрачным. И туда, в глубину к окну, раковина как бы вглубь стены уходит. Это нужно для того, чтобы вот здесь осталось достаточное пространство, чтобы развернуться человеку. А нам развернуться нужно, потому что здесь есть еще кладовочка, которая под лестницу уходит. Там у нас располагается водонагревательный бак и электрический котел. Отапливается дом электричеством. Выходим из прихожей и попадаем на кухню с островом. Я считаю, остров просто необходим, когда мы находимся на природе. Для того, чтобы стоя за ним и готовя вкусный борщ, мы могли смотреть в окно, во второе окно, в третье окно. Да и вообще быть лицом гостям. А гостей здесь может собраться много, потому что большой круглый стол сразу же на 6 персон. А можно еще парочку подсадить. Но если не влезете все вы сюда за этот большой круглый стол, то можно выйти на террасу, которая вот здесь за окном. Также здесь есть огромный угловой диван, телевизор и печка-буржуйка. Камин, кресло, столик. Получается, что на первом этаже все удобно расположено в одной зоне и с большим огромным панорамным остеклением. Понимаете? И все это 8 на 8 метров, друзья. Это очень маленький компактный дом. Но при этом посмотрите, какое большое просторное пространство. Поэтому если вы рассматриваете себе дачный дом, присмотритесь к этому варианту. Он идеален с моей точки зрения. Вся семья здесь будет тусовать с большим удовольствием. А где же семья будет отдыхать? На втором этаже. Куда мы можем подняться по лестнице, зайдя за кухонный гарнитур. То есть ее даже особо-то и не видно. Она прикрыта этим самым кухонным гарнитуром. При этом кухонный гарнитур большой. Вот парочная поверхность, вот есть двойная мойка, есть холодильник. И, кстати, тут же есть хозблок. Пожалуйста, вот хозблок. Там, где можно стиральную машину поставить, сушильную, уборочный инвентарь, что угодно. В общем, большие шкафы. Класс. По-моему, очень классно. Можете сразу лайк поставить за организацию первого этажа. Сравните их с другими домами, которые вы видите в интернете. И напишите, насколько этот хорош. Итак, поднялись на второй этаж и попали в холл. Достаточно просторный для того, чтобы в этом холле поставить рабочий стол и стеллажик небольшой. А это значит, вы получаете рабочий кабинет. Место, где вы можете поработать. И не уезжать в город, а прямо здесь, с дачи, сидеть, работать, смотреть в окно и ощущать себя в уединении. Потому что здесь, кроме кабинета, больше ничего нет. Есть еще три двери. Одна дверь в одну спальню. Вторая дверь во вторую спальню. И третья дверь в ванну. Огромную, с окном. Соответственно, можно в ванной полежать, побалдеть, посмотреть в одно окно, во второе окно. Рядом душ, унитаз, раковина. И ванная огромная, как и должна быть. Потому что я считаю, что ванная комната всегда должна восприниматься, как отдельная жилая комната. Для того, чтобы там релакснуть. В общем, комната для удовольствия. Это та комната, вот в одну выходите спать, в другую выходите есть, а в эту выходите мыться. То есть, это должна быть не постирочно-помывочная, а ванная для релакса, для удовольствия. Есть комната для сна, а есть для удовольствия. Согласны или нет, напишите в комментариях. Поставьте обязательно лайк, понравилась ли вам моя планировка этого суперкомпактного дома. А если нет, напишите почему. Можете покритиковать, но конструктивно. На этом все, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал и на телеграм-канал тоже обязательно подпишитесь. Непонятно, что с ютубом происходит. Вот, ну и все, всем пока, да пребудет с вами Муза. А если вас заинтересовал дом, можете обратиться ко мне.